Приветствую всех на своем канале, с вами я Наталья. Ну вот сейчас перешла в теплицу, было у нас тепло, а плюс 20, а сейчас похолодало. И дождь поливает, вот сейчас чуть-чуть просветлело, но завтра целый день дождь, в общем-то ночью 2-4, холодно. И поэтому в теплице занимаюсь, потому что дождь и холодно, и даже в теплице, в принципе, земля холодная. Это у меня теплица перечная, томатная, так скажу, для помидоров и перцев. Вот здесь помидоры высаживаю в средней грядке, в этом году сняла верхний слой грунта, все-таки решилась, на это я надо было осенью, но вот как-то весной подзатянулась весна, и мне это помогло, потому что думала, будет теплая погода, и уже не успею. В общем, сняли верхний слой, и вот здесь у нас компост, сверху, ну еще сверху покупной землей присыплю. Ну, а вот здесь полностью тоже заменили, в том году мы подняли, здесь на одну доску, здесь еще на одну подняли, то есть на две доски. То есть повыше грядка, я в прошлом году сажала ранние помидорки, туда видео, это все есть. Ну, а сейчас, так как вот такая погода, решила, что нужно посеять капусту, я еще не высевала. Вот буду высевать. У меня сорта все, и белокочаные, и краснокочаные, и, ну, обычная, и пекинку. Вот сейчас хочу посеять такую цветная парижанка, но здесь картинки нет. Брокколи у меня, мачо, линда и ботавия, вот так, несколько видов. А также калия высеваю, ну, молоденькие листочки едим, а потом больше для красоты. Ну, и вот обычная. И вот обычную в этом году больше взяла, вот савойскую взяла вот такую вытянутую, видите, так, пирожковая. И вот она конусная, она конус. И обычные такие вот взяла, тоже конусные. Ну, и калибус тоже. Каждый год вот все, но в этом году вот красное сердце хочу попробовать от поиска. Она среднеспелая тоже. Ну, и этот, по-моему, среднеспелый. А сибирская, раннеспелая, вот такая пирамидка. Ну, в общем, разную. Я буду сейчас вот ячейки у меня по шесть штук, вот по шесть штук я буду высевать, мне хватит. Этого количества, потому что здесь 0,5 грамм, 0,1. Ну, в общем, посмотрю, можно, конечно, в общий какой-то стакан. Ну, вот, например, белокочанную. Но, не знаю, хотя бы на раннее потребление. Ну, калия в общую я буду банку сеять, потому что... А вот эту брокколи, скорее всего, все-таки в ячейке, чтобы она побыстрее. Ну, и пекинку, естественно, тоже пекинку и цветную. А вот белокочанную можно в общую какую-то миску и потом распикировать, когда она выйдет. Но суть в том, что сейчас пока дождь и завтра сильный дождь, она у меня здесь постоит, а потом я ее тут же вынесу на улицу, на холд. Горох тоже буду сеять в ячейки. Уже много лет высеваю, прямо по нескольку штук, потом поближе покажу. И потом высажу, потому что земля на улице еще холодная. Я вчера готовила грядку, и прям руки замерзли. Салатики, вот такой цикорный. А вот этот в том году очень понравился. Видео есть очень красивый. Красивый, вкусный, хрустящий. Ну, вот обычный мешок тоже очень нравится. И принесла сюда сорт подснежника, который я так и не посеяла. Сейчас поближе покажу. И хочу такой подснежник. Хочу его посеять прямо в теплице, вот на высокой грядочке. Вот здесь на высокой грядке. Я уже посеяла здесь два редка редиски. Ну, пока, говорю, пустые, для помидоров прохладноватые. И хочу, ну, хотела по центру, потом говорю, хотя, может, по центру и посажу, потому что пока будет маленькая корневая система. Но дело в том, что он у меня до 21 года. Ну, семена, конечно, нормальные у томатов. Но суть в том, что хочу вот сразу попробовать в теплицу посеять. Вот в этом суть у меня. И посмотреть, ну, прорастут или нет. Сейчас скажу, сколько у меня тут семян. А, ну, много еще. Ну, я вот их все и посею. А сколько прорастут? Ну, потому что он идет для этих целей. Так. Посев семян проводится в необогреваемую теплицу 15-20 апреля, либо в парник, заправленный наводом 20-25 апреля. Ну, это имеется парник на улице. Ну, а в открытый грунт 10-15 июня. То есть вот как раз сейчас середина апреля, и можно это проделать. Ну, вот я сейчас это и сделаю. Ну, посмотрю, видит, взойдет или нет. Вот, в принципе, земля-то промокшая. Промоченная земля у меня. Просто как эксперимент. Средняя полоса России. И посмотрю. Грядка, это, конечно, потеплее. Это однозначно. Ну, здесь земля потеплее, конечно. Ну, плюс теплица. У нас еще, конечно, в прошлом году вот здесь укрымной я вешала по типу шторок. Видите, там уже потому что все равно шили. И, конечно, было потеплее. Но в этот год вот уже укрымной купила. И все, не так времени нет. Это сделать. Посеяла. Вот такая будет красота. Посмотрим, взойдет ли вообще. Если взойдет, как он будет выглядеть и как вообще будет расти. Потому что, ну, просто интересно даже. Так, это убираем. А вот эти ящики подготовила. Бархатца буду сеять в них. Насыпала земли. И степлицы, которую выгребала. Но потом я их тоже вынесу. Это все стоит временно. И вот на этой стороне хочу укрымную тоже поменять. Потому что уже много лет. Хочу тоже заменить. В общем, сейчас мне главное капусту посеять. В общем, в каждую ячейку буду класть по одной семечке. Вот на 6 штук. 6 штук, значит, и будет здесь у меня капусты. Такую-то буду в общую сеть. Еще лук хотела посеять. Вот так я его и не взяла. А еще сейчас покажу цветы, которые я буду сеять. Так, а цветы? Ну, вот хризантелла тоже. Мне уже пора посеять ее давно. А, вот лук. Вот это лук нашла. Он у меня в цветы попал. А, и мангольд вот еще взяла. Хочу посеять мангольд. Ну, вот алла у меня в этом году. Вот оранжевый купила отдельно. Потому что тут все-таки желтый с оранжевым. Но вот у меня оранжевый. Я смесь покупала, там желтенький попадался. Красивый он смотрится. Вот такой лук буду сеять. Тоже здесь вот посею уже, который не успела. В общем, у меня еще какой-то был. Ну, ладно, сейчас найду. Попал куда-то. В общем, вот такие у меня овощи, лук и капуста. Уже, в общем-то, остальное все как бы, да. И вот из цветов. Обязательно сегодня вот такая мангольдия у меня однолетняя. Это 25-30 сантиметров асты. И вот хоризонтейлы. Я уже их показывала. У меня лимончелла и цветок лотоса. Вот два вида, как я купила. Так больше не покупала. Но мне хватит. Здесь по 30 штук семян. А в том году взошли не 100%, но хорошая всхожесть. 25. Ну, то есть несколько какие-то только не взошли. Вот бархатцы обычные у меня в этом году. Ой. Я их уже на всхожесть проверила. Они нормальные. Вот лук еще у меня ялтинский, который смесь. И вот здесь посею. Ну, не в ячейке, конечно, а буду вот в обычные такие емкости сеять. Ну, еще у меня тут алису, сумцини. Вот такую низкорослая фея. И лилипут смесь. Ну, лилипут у меня с прошлого года или с позапрошлого, как он остался. А эта вот новенькую взяла лилипутскую. Ну, и все. Тут у меня ясколка, амаранты. В общем, такое все. Вот такой шалфей, который я покупала. Сейчас вот здесь в прохладе по всей. Можно даже вынести будет еще туда. Ну, и взяла анютки. Тоже хочу прям вот коршочки здесь посеять. Так я дома и не успела. Но посею, и они позже будут свистеть все равно. И табак вот этот тоже. Так и тербовид посеяла. Зеленые у меня и смеси были. А вот этот высокий. Ну, и хорошо посею здесь. И опять же, пока вот прохладно. А потом вынесу на улицу. В общем, такая работа у меня сегодня предстоит. Буду заниматься. Ну, вот главное капуста, лук и астры. Астры. Потому что уже как бы пора середина. Ну, можно и попозже. Салат я уже вот на этой грядке вначале посеяла. У меня там лук вот зеленый. Редиска и салат. Лук уже, кстати, хороший. А сейчас покажу поближе. Вот такой же лук. Видите, зеленый. И вот очень быстро. Видите, зарастает все мелкой травой. Хотя вот здесь полю бесконечно в теплице. Можно так сказать. Лук покупаю в овощном магазине. То есть не сивок, который дают тонкое все-таки перо. А вот именно в овощном магазине выбираю такие помельче. Луковицы некрупные. И вот перо такое сочное, хорошее. Выдают. Вот уже не так давно посадила я луковички. Это еще он чуть подзадержался. Потому что я ничего не срезала. Вот ни макушке, ничего. Прямо перенесла. И попихала, так сказать. Ну вот редиска плохо зашла. Надо пропалывать будет. Вот видите, мелочь. Только вроде вот неделю назад села. Все перекопалось. Ну и тут у меня вообще на грядке надо порядок навозить. Ну вот видите, укроп самосевом. Вот здесь у меня кустик сидел. И вот сейчас надо все это выпалывать. Иначе вообще потом не разберешься просто. Вот эта кислица, она у меня обе теплицы заполонила. Хотя она и по участку есть. Здесь я выдернула, тоже был укроп. Ну получается я полола и здесь покидала траву. И вчера вот убирала. И так получилось, что... Ну ничего. В принципе он здесь только на раннее потребление нам нужен. Ну вот такие капустки. Разложила. А в принципе эти можно в большую емкость. Ну и плюс еще в такие же ячейки буду горох сеять. Ну сейчас ладно, пока я это уберу. Сейчас покажу, как горох я сею. Вы знаете, потом, так как еще на улице холодная земля, потом высаживаешь и он прям быстро начинает расти. Это так называемый кустовой способ. Ну вот сейчас посмотрю. Здесь, конечно, вот не так много. В принципе, ну штуки по три хотя бы, наверное, войдет в эти ячейки. И это хорошо. Ну даже побольше. Это хорошо. Оказалось, что его мало. Ну так чуть-чуть, конечно, раскладываю, чтобы он... Возможно, и как бы в одну кучку чуть туда заглубляю. И вы знаете, ему посидеть здесь недолго. Главное, чтобы он пророс. То есть этот вот подольше будет, потому что семена прокрашены. И потом уже, когда земля будет теплая, естественно, он быстрее уже берет силу и начинает расти. Я как-то уже так несколько лет привыкла, потому что тут на улице еще совсем холодная земля. Он, конечно, холодостойкий, да. Но это не значит, что он в такой ледяной земле, да и при низкой температуре, вот сегодня днем плюс 10 максимально, еще будут такие дни. То есть это холодно, я считаю. А еще одну кукурузу надо съедить. На кукурузу уже, может быть, даже такие же вот ячейки. Я не очень крупные, но нормальные. Просто для проращивания, потому что в земле тоже не всегда она сходит. Чего таким образом. И, естественно, сверху засыпаю. Земля у меня влажная. Горох присыпается таким хорошим словом, но не меньше сантиметра. Все. И буду ждать сходов. Ничем, естественно, накрывать я не буду. Просто поставлю. И всходов буду ждать, наблюдать. Ну, потом покажу, взойдет он или нет. И насколько хорошо будет расти. В общем, вот такой способ осева гороха. Очень удобно. Конечно, можно замочить тоже, чтобы он уже наклюнувшийся посадить. Но, опять же, если посадить в холодную землю, даже наклюнувшийся, он в холодной земле может просто подгнить и все, и пропасть. А здесь все-таки уже проросшие, они растенцы. Они будут все равно расти. Так, это вот горошек. Такой. Ну, и капусту тоже. Буду по одной семечке. Вот гидру хочу. Ну, как раз шесть штук мне хватит. Потому что, конечно, надо было пораньше ее посеять. Это пекинка. Но посею сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Это десять штук. Они, скорее всего, обработаны. Вот по две посажу. У нас было две, конечно, ячейки. Ну, пусть будет так. Вот сейчас землю присыплю и все. А те тогда будут, ну, капусты в такие вот какие-то общие емкости. Ну, скорее всего, в обычной горшке. Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Вот хочу показать сходы, которые я в предыдущем видео показывала, что я села. Вот Астра Такая вот, сейчас розовый ежик. Вот так она выглядит. Очень хорошо, видите, взошла. Лаванда одна штука. Хризантема хорошо. Косме тоже замечательно. Эхинации нет. Ну, может быть, взойдет. Но думаю, что уже взошла бы. Фиалки душистой тоже нет. Но ее надо со стратификацией в более прохладное время. Колокольчики не очень хорошо. Но всходит. Флокс хорошо, я считаю, взошел. Василек тоже не очень. Семента было побольше. Ну, вот. Пизалис. Такое покупала. Вообще его нет. Это опять семена Алтара. Хотя вот там что-то показалось, но это, наверное, не он. И вот дельфиниумы. Вот это только начинает культурный сходить. Но, думаю, зайдет. В общем-то, сходы есть. Их уже можно пикировать, рассаживать. Вот такие стаканчики тоже удобно сеять. Вот так я в ящик их составила. И уже из теплицы вынесла. Они стоят на улице. Но здесь виноградник, в принципе, под крышу поликарбоната. И сбоку заделан. Но все равно прохладно, как на улице. Вот у меня пакет с семенами. Которые мне нужно в ближайшее время посеять. Посеять. Что-то сегодня посею. Но, конечно, не все. Вот такие тут всякие зеленушечки. И редиски. Ну, редиску посею. Укроп. Ну, укроп уже на улице. Буду сеять. В общем, что-то буду разбирать. В основном цветы капусты и лук. У меня вот сегодня... Ну, вот что-то уже посеяла. Что-то буду сеять. А всем хорошего настроения. Пока-пока. И до новых встреч. До новых встреч.